Этот видео подкаст о комплексе для макевары, для любой упругой макевары, называется комплекс Го Сайкен Ски. Го Сайкен Ски, если это дословно перевести, Го это 5, Сайкен это пулак, то есть удар кулаком, Ски это, наверное, удар кулаком или не кулаком, оружием, Ски это тычком, то есть есть удар хлестовый какие-то, а это тычком, протыкающий, удар как будто копьем, то есть по сути, что такое Сайкен Ски, это удар кулаком, либо этими двумя костяшками, либо этими двумя, ось которого, то есть ось силы которого, вектор, значит силы которого совпадает с длинником предплечья. То есть и направлен в сторону пулака, потому что кулаком можно бить такие еще удары, как уракен, там, да, всякие такие, так, типа тыцуй, можно даже цепляющие бить удары боковые этими местами, но там уже не будет именно тычка. Тычок должен быть обязательно, то есть в ударе предплечья должны быть перпендикулярны к отвости мишени. В комплексе Госайкен Ски я рассматриваю пять основных ударов кулаком, значит ударные поверхности какие для них, две, значит самая базовая, что основная, это две костяшки, значит указательного пальца и среднего пальца, и больше факультативный характер носит, это три костяшки, мизинца, с безымянного и со среднего пальца. Их надо тоже набивать в силу того, что приятной технике боя, ударом, этими костяшками тоже может получиться. Если даже не в силу того, что вы ими специально бьете, хотя некоторые именно ими и бьют преимущественно, а в силу того, что вы будете бить вот этими двумя, а попадете этим по локтю, по затылку, по своду черепа, лоб, всякое может быть абсолютно. Вот. Так вот, два сэйкен ски. Что это за положение, то есть удары? Первое, это сэйкен чоку ски. Сэйкен чоку ски это удар сэйкеном ски, плечком и чоку это вперед. А в карате это вперед удар, и стойкий вперед удар. А в боксе это может быть джеб, панч. Вот. Два удара. Па-пам. Вот. Это для бокса. То есть, в принципе, то же самое. Пам-пам. Все. Четко. Этими местами. Вот. Второй удар. Это тататски. Тататски это удар в вертикальном боке. В вертикальном боке. Он может также назвать татэ чоку ски, потому что он тоже вперед. Здесь есть вариант. Он наносится и по корпусу, и по голове, в зависимости от этого, и на дистанции на разные. В зависимости от этого положение кулака может быть различное, и локоть согнут тоже различный. То есть, он может быть и дальний. То есть, кулак вообще почти прямой. На булите, ну, значит, ударочной дистанции. Локоть обязательно направлен четко вниз. И по корпусу может быть ударом. Суть в том, что вертикальный кулак. Вертикальный кулак. Очень характерен как для каратэ, ну, нужно носить его на близкой дистанции, или сюда, выше, так и для боксеров. Да, расклинивающие движения. Пам-пам. Наносится вверх очень часто этими тремя костяшками. В перчатке боксерской вообще до столба. Но по макевару говорим, поэтому это важно. Макевару часто вверх наносится вот этими тремя костяшками, таким образом. Вниз наносится чаще всего двумя костяшками, потому что кулак и не вывернешь так, да, чтобы тремя вводить. Вот. Вниз наносится вот так двумя костяшками. Думя костяшками. Третья техника. Это урцки. Урцки. Ура это наоборот, значит, вывернутый или развернутый. Это когда кулак развернут. Вот так пальцами вверх, ладонями вверх. В карате урцки. 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 В боксе это, да, урцки может идти вверх. В боксе, то есть, во-первых, вот, ну, может идти как снизу, так, вверх. Это без разницы, в общем-то. Вот. Таким образом. То есть, на макеваре набивается на среднем уровне. Сюда. Куда выносится. Вот. Потому что, если мы занимаемся напитком, то в определенном одном положении это работать удобно. Дальше. Два. Это то, что было, ну, касалось, то есть ударов, которые наносится сагитально. Плоскость практически. То есть, наносится прямо перед самым фронтально. Фронтально наносим эти удары. Фронтально наносим эти удары. Фронтально наносим эти удары. То есть, это фронтально. Фронтально. Это фронтально. Это фронтально. Это фронтально. А теперь удары боковые еще. Их два. Разделяю по тому на два, хотя некоторые считают, что это один боковой удар, что по корпусу боковой, что по голове боковой. Разница большая. Дело в том, что, во-первых, удары по корпусу бьются сверху вниз и часто работаются на понижение. Удары вверх могут работать в двух вариантах. Как на понижение, так и на подъеме. Это раз. Два. Несколько другая динамика и поворота бедра. Что определяется тем, что в боковом ударе по корпусу локоть никуда не девается, он стоит около бедра. То есть удаления бедра нет. И поэтому трансмиссия получается очень жесткая. И никаких дополнительных доворотов плеча не требуется. Работает чисто корпусом и бедром, да? Вот стоит рука, фактически вам лишь отпустить ее надо вниз. И удары отнуты. При ударах по голове локоть от этого места уводится. То есть он здесь не стоит, он уводится. Уводится. Либо там уводится. То есть, поэтому трансмиссия другая. И поэтому постановка на мишень приходит, да, на мишень, потому что когда набивкой занимаемся, мы еще ставим правила кулак на мишень, должна производиться в этих двух техниках. Поэтому я их четко разделяю. Удар боковой вниз и удар боковой вверх. Вот. Чем наносится? Удар на мастюковушкой пивной. Это вертикальная техника, да? Можно таким образом носить. То есть вот этими двумя костяшками и вниз, и вверх. Этими двумя костяшками можно бить и вниз, и вверх. И горизонтальным кулаком развёрнутым. Вниз пальцем можно бить. Вниз и вверх. Вверх даже может подниматься мизинец. Чуть-чуть вверх, когда вы бьете куда подальше. Вот. Отрабатываются как эти техники? Выбирается правильная дистанция. Если вы сработаете технику на надливку, то выбирается та дистанция, а при которой конечное положение будет у кулака такое, если бы били в реальную мишень, били в воздух, то чтобы точка максимальной концентрации силы была внутри бойка или на сантиметр сзади него. И туда вы удар свой не забиваете. Вставили на дистанцию и наносим туда удар. И наносим туда удар. Причем бить надо. И с передней руки обязательно. И с задней. Даже если вы на дистанции просто занимаетесь. Для того, чтобы у вас была правильно формировалась правильная динамика тела. Стереотип динамически правильно формировался. И приход ударной пятности на мишень формировался из самых разных стойок. Вот. Поэтому работайте и из левосторонней стойки, и из правосторонней стойки за обеих рук. То же самое, как и касается ударов таких как татетски. Сейчас я буду показывать более правильно. То есть работ ли чокутски, с передней руки, с задней руки. То же самое. Тата. job on работаю, с передней руки, с задней руки. С стойку поменяли, и сделали все то же самое. Дальше беркуроцки с передней руки, с задней руки, стойку поменяли и сделали то же самое. Здесь все просто. Вы просто встали перед макеварой, а никаких проблем нет. Стравненько перед макеварой встали, четко скитали. И так отработали, 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 отработали. Все нормально. А вот для боковых ударов, как встать? Не надо заходить от макевара, четко сбоку. И удар на боковой тоже никогда не наносится практически вот так вот. Прямо четко сбоку. Уж стоять доска и вы сбоку ее закладываете. Нет. Даже когда противник стоит у вас, да, противник находится. Вам чтоб ударить боковой, вы же не бьете его, вы же прямо вот сюда. Вот так. Нет. Вы наносите его примерно по 40-90. Вот как вот челюсть идет по треугольному, вот так у противника. В этот треугольник вы бьете под 45 градусов. Сюда и сюда. Преобра стоят под 45 градусов к нему. Вы наносите удар точно так же под 45. Сейчас покажу. Вот. То есть, вы представьте, что он стоит, встал в угол лицом человека. И вот так вот угол заканчивается. Угол сходится сюда. Он стоит носом в угол. И вот вам по граням этого как раз угла, по сторонам угла. И нужно, в общем-то, бить. Что вы бьете по челюстям? Так. 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 Что вы бьете по ребрам? Так. Так. С бокового. Вот. И кто-нибудь бьет вот оттуда? Вот оттуда? Нет. Для того, чтобы подать оттуда, нужно чуть-чуть переместиться. Переместить удар. Чуть-чуть переместить. Только тогда уже бить. Если фронтально находится, то ударит по 45 градусов. Вот и к макеваре нужно встать абсолютно точно так же. Нужно встать так к ней. Значит, как будто вот эта кромка рукавая, это ее нос. Вот нос потом. И она смотрит в угол. Или что вот так вот соединяются два скажем-то угла. Вот так вот. То есть продлеваете грани, вот так макеваре. Одну так, другую так. Вот. И получается, что ваши руки стоят что-то под 90 градусов. Да? Вот так вот. И вам нужно встать в бисектрису этого угла, который продлеваете грани. То есть вот то, как предприятия смотрят на меня сейчас. Вот к локтям. Вот эта часть. Вы должны четко в бисектрису встать угла этого. Вот так лицом. И чтобы она проходила через середину вашего тела. Все очень четко. То есть тогда вы именно попадаете в то положение, в котором я фронтально стоял перед манекеном. И отсюда вы наносите ваш прием. Сюда. 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 Понятно, да? То есть. Да. 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 Все. В этом положении и производится набивка. Причем она делается как с задней рукой. То есть с задней руки. Вот сейчас я делал так. Это дальняя рука стояла. Справа я сейчас делаю. Сюда. 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 Так и наоборот у меня стоит, когда передняя нога находится. И передняя рука. Значит. Значит. Обязательно. Правая. Вот как у меня сейчас. В данный момент. Или левая. И точно так же все уносит. Вниз. Вверх. Все. В этом положении вы производите набивку. Вот. Значит. Режиме короткое. Пять положений кулака. Да. В пространстве. Пять положений кулака. И пять ударов. Первое. Сейкен Чокутский. Прямой кулак. Татутский. Это вертикальный кулак. Уродский. Это развернутый кулак пальцами вверх. И дальше. Значит. Кага вариант. Когда. Губьете по корпусу. Или по голове. Значит. Кулак вышел. Обгоним. В горизонтальном положении находится. Или вывернутым немножко бизинцем вверх. И в вертикальном положении. Вот эти положения. Это комплекс. Это положение для комплекса. Кулак Сейкен Чокутский. Сколько раз это делать. Сколько раз бить. Из каждой стойки. Нужно наносить. Где-то порядка. С 30-50 ударов. Это на уровне уже хорошей подготовки. А вот. С какой силой наносить. Тоже зависит от уровня подготовки. Для начинающих же достаточно бить. Вот. Для самого начинающих. Не больше 10 ударов. А в каждом положении. Одно положение прорабатывается. Как я уже заметил вам. Из обеих стойк. То есть. Если вы встали в стойке. Ударили 10 раз левую руку. Да. С передней руки. То вам нужно поменять эту стойку. И левую нанести. Точно так же 10 ударов. Уже с задней руки. Это принципиально важно. В итоге получается 20. У вас получается по 20 ударов. На каждую руку. Каждого клеенка. Учитывая что. У вас. Значит 5 ударов. Только. Вятерных косточек. То есть. 5 умножить на 20. Получается 100. Вы сделаете. То есть ударов. Каждой рукой. Это минимально. На самом начальном уровне. 100 ударов. Каждой рукой. Потом вы этими костяшками бьетесь. Держи сами приемки. Получается. В итоге. 200. На уровне продвинутом. Вы уже. Там по 50 ударов наносите. То есть. Умножаете. Это все. На сколько? Понятно на сколько. На 5. Получается. Что вы наносите по 1000 ударов. Каждой рукой. За тренировку. Если по 50 ударов. Делаете. Или. По. Значит. Если вы делаете по 30 ударов. То по 600 ударов. Вы едете каждый бой. За тренировку. Одних. Только плечку ударов. Вот. И такая. Затренировка. Для. На набивке кулака. Делается. Один раз. В 2-3 дня. Чтобы кулаки. Полностью. Восстановились. После тренировки. То есть. Каждый день. Долбить не надо. Иначе. Вас. Не регулируют. Ставашей ткани. Они не восстановятся. Вот. Так вот. О хлестовых ударах. Мы дальше поговорим. Отдельно. Все. Спасибо. На этом. В этом. Видео. Все. Занимайтесь. И помните. Это по скрипту. Что. Без удара кулаком. Именно. Костяшками. Кулака. Нет. Ни одного. Современного. боевого искусства. Ни карате, ни бокс, ни миксфайп не могут обойтись без ударов кулаком. В ушу много там открытой руки, и в карате есть открытая рука, но удар кулаком это основа основ и начало начала. Укрепляйте ваш кулак, и будет вам счастье. Без оружия и без этого вы драться не научитесь. А вы должны. Удачи!